Всем привет! Как дела у вас? У меня такие отеки. Приходится пользоваться тачками. Они, конечно же, не очень помогают, но, как говорит моя бельгийская подруга, не помогут, но и не помешают. Мне кажется, это прекрасный принцип жизненный. Ну, точно не помешают, однозначно, блядь. Не навредят, блядь. Так, у меня тут уже, это, сковорода, блядь, нагрелась, и я тут, блядь, красотой занимаюсь, сейчас с ума тут загорится. Это, так, у меня сейчас есть что-то просто на завтрак. Не хочу вообще ничего придурывать, сложное сочиненное делать. Жарю на оливковом масле, кстати, в пятерочке, покупал в пятерочке, обычно цена около 400 рублей, а там была акция, блядь, 200, что-то там 40 рублей, что-то такое. Я понимаю, что на оливковом масле нет смысла жарить, там, говорят, все полезные свойства улетучиваются, но, блядь, это лучше, чем на растительном. Поэтому, я вот так масле наливаю, потом такой кисточкой, на Лайберис заказал, 3 копейки. Вот так вот я все это делаю. Мыть потом, блядь, сука, неохота, ну а что делать? Это был он, прям, мытье. Я сегодня хочу поехать, покататься опять на велике, потом в спортзал съездить, точнее, сначала в спортзал, потом на велик. Вот. Вообще не хочу готовить. Что-то как-то... Я делаю обычную яичницу. Блядь, перья, сука, на яйцах. Их же, наверное, помыть сначала надо. Блядь, пиздец. Что, блядь, прямо с курицы, что ли, блядь, не помыли они? Три яйца достаточно. Более чем достаточно. Кстати, есть очень крутой крем для этого, для воспитания от ожогов, от всякой херни. Когда-то я тусил с Катей Жужей, она мне порекомендовала этот крем для лица. Сейчас вам покажу. Я просто делал татуировку недавно и купил его для заживления. Вот такой бепантем для лица. Блядь, девочки, мальчики, просто выровняет вашу кожу за три применения. Очень крутой. Ой, господи. Пять совершенно обычные, кстати. Покупал в этом. Вкус вил. Блядь, их не все в вкус виле. Я просто в доме вкусил. Поэтому, ну как не купить, как не покупать. В чем-то реально вкусно, они за меня нравятся. Ой, господи. Интересно, когда нас закроют на изоляцию опять. Самоизоляция. Мне кажется, вот когда, блядь, нет вдохновения, лучше не готовить. Что-то, мне кажется, у меня не получается. Хотя, что тут может не получиться, да, блядь. Все же очень просто. Я, кстати, пью такие витамины, витамин D3, где-то солгаровские. Цинк пью. И вот такое амебо, оно уже заканчивается. Вот оно, чуть-чуть осталось. Но надо еще купить. Не знаю, блядь, есть ли я от этого всего польза или нет. Но это лучше, чем ничего. Как говорит один блогер, просто моча становится дороже. Ну, блядь. Керва знает. Но амебу надо пить. Вообще, мне надо как-то построить моноход так, чтобы я не загибался тут, не стоял за гнутым. Во! Вот и все. Сразу нельзя было так сделать. Надо было, дать, 30 минут за гнутым стоять. Ой, по-моему, мне патча, тогда, так нравится. Еще мне надо купить какую-то штуку, куда класть грязную лопату. Не знаю, как это все делать. Ой, сейчас поеду, покатаюсь на велике. Мне он говорил, я уже нет. Он говорил, да? На улице офигенная погода. Очень классно. Мне с утра подписчики написали, что на улице холодно. Нифига подобно, нормально. Все, как я люблю. Сильно жарко, тоже не интересно. Так, и что у нас на гарнир? Нифига. Блять, сын не учился. Вчера перед сном жрался сдать. Очень вкусная рикотта. Очень круто подходит птичница. Вот эта. Ну, тоже из Кусвил, из Бенка. Все оттуда, все оттуда. Ну, ее практически уже нет, но мне хватит. На разок бы. Мне очень нравится эта рикотта. Я ее покупаю уже не первый раз. Опять. Давайте, смотрите, еще раз покажу вам. Она, кстати, стоит, по-моему, в районе 100 рублей. Старую, 100 рублей, блядь. Очень вкусная. Все, у меня тут уже яичница пожарилась. Да. Великолепно. Это перфект. Зеленушки бы какой-нибудь. Вообще, нужно много кушать зелени. Когда-то я работал в салоне, где работали эти пенсионерки-стилистки. Одна из них мне говорила, что нужно... Сейчас я отсоединю, мне на зарядке просто стоит телефон. Что нужно жрать столько же зелени, да, сколько вы съели... Например, сейчас правильно поясню. Если вы, например, съели 100 граммов овощей, которые растут в земле, то вы должны съесть столько же овощей, которые растут над землей. Как-то так, блядь. Да, ебушки, варвары, к которым я на будущее привыкла. Но я хочу заказать новый. Простите. Сегодня прилетает Аня из Самары. Пойдем гулять с ней. Ну, пока Аня аппетит, давай еще упади, блядь. Блядь, вот такая ваза. Вот эти китайские, блядь, которые на Алиэкспрессе, блядь, не берите, ребят. Скупой платят дважды. Вот я заказал их, блядь, даже две штуки. И что, блядь, говно, блядь, что одна, что вторая. Сейчас закажу за тысячи три, блядь, и блядь, бездатый монокод. И все. Ваза, да, ваза. Вот ваза у меня такая красивая. Как эти, знаете, раньше были игрушечные шары на елку советские. А это из Бельгии привезли, на это магазин какого-то дизайнерского. Не помню названия. У моей Наташки, у подруги из Бельгии. Раньше жила здесь, в Москве. Переехала жить в Бельгию. И это друзья, пара, геи, кстати. Я был у них на свадьбе лет, наверное, пять назад. А может быть и больше. И это свадьба была у ребят. Вот у них свой магазин. Вот это их херни. У меня даже свечи еще есть, где они. Сейчас покажу. Есть свечи, тоже язык магазина. Вот такие. Видите? Сейчас что-нибудь упадет, либо блядь, свеча, либо телефон. Вот на улице вообще, конечно, посмотрите. Блядь. Игрушки эти, блядь. Накидали собачье. Очень круто на улице. В общем, я сегодня по той же программе, что и вчера. Спортзал, тренировка. Велик в серебряном бару. Вчера поехал в серебряный бор. Бля, я думал, у меня сажутся комары, а они, блядь, размером с орла. Просто с орлов. Вкусная, кстати, яичница. Я сегодня вчера ходил, голосовал. Можно поправить чуть-чуть, чтобы приволок в беседе. Точно я. Я вчера голосовал на выбор конституции. Точнее, ну, выбор конституции. Как это называется правильно? Выборы, выборы. Как они правильно называются? Короче, вот это зали против конституции. Перемены, вот эти изменения. Вот, изменения в конституции. И дали мне вот такой лотерейный билетик. Вот, здесь стирается код. И я выиграл 4000 баллов. Один балл равен этому рублю. У них много всяких поддержек, торговых точек всяких. Типа собачьего магазина Битховен, потом азбука Кулса, японские рестораны, аптеки. Ну, вот, и вы можете обменять эти баллы на продукты. Это очень кулево. Мне кажется, даже только ради вот этой истории, можно пойти и проголосовать. Кстати, вот мне дали 4000 баллов, моему одному другу 3000, а второму другу 2000 баллов. Слушайте, мелочи приятны. Ну, а что делать? Мне кажется, с нашего государства надо брать все по максимуму. Ну, а что дают? Надо брать. Молодцы. Дом все строится и строится. Они могут понять, когда он достроится. Ну, кстати, они очень хорошо строят. Это такой же дом, как у меня, только третий корпус они делают. вот еще дом. Где? Вот этот жилой комплекс Уэлтен Тауэрс. Вот. На этом тоже квартира. и типа он должен сдастся в 21 году. Я думаю, что сдастся, потому что идут они очень хорошо постройки. Даже кризис работали. Ну, пару дней не работали, когда нельзя было. Потом работали. Все, я доел. Знаете, что самое стрёмное? Что у меня нету в судно-мощной машины. Она бы сейчас очень пригодилась. Я ненавижу мыть посуду. Я обожаю готовить, но ненавижу мыть посуду. Как так? Знаете, это люблю кататься, а саночки возить не люблю. Это про меня. Так, рассказываю про БАДы. А где БАДы? Вот и не БАДы. После заебись вы меня видите, да? Ну, что делать? Что за дебильный мы наход, а? Как там? Чайник. Ну, слады, таблеточка. Кофе пью с утра очень много сейчас готовится. включается машинка. Прям вот кружки три точно выпиваю с утра иначе я не встаю. Нече я не проснусь. Вода у меня с фильтром. Очень удобно ставить. С фильтром и без. Налью. Выключил. Все. Чистая водичка. Ой, вкусно. я питатель. Ой, одна мне кажется, прям на языке расслабилась. Вот это, по-моему. Нет, вот это. Прям сразу начало расслабляться. Это очень круто глотаю таблетки. Вообще, у нее нет проблем. Большие, маленькие. я прям вообще огонь глотаю. Такой поставить тоже. Ой, господи. Ну что, кофе надо сделать. еще у меня есть такая проблема. Я пью-пью-пью много кофе, но потом забываю мыть кружку. И с утра я нахожу с половиной кофе уже такой с плесенью. Ну что, поехали? умеет готовить капучино. Это для весенней леди макиято. То, что угодно, короче, но я не люблю это все запаривать. Я просто делаю кофе и молоко. Кстати, хотите поставить что-нибудь в холодильнике? Маска. Очень крутые маски для глаз. какие-то патчи есть вкусвилл естественно, блядь. естественно. Мне вообще вкусвилл, мне кажется, не должен докладывать. Кстати, кстати, я недавно, представляете, мне сообщили, я думаю, что он так тянет в этот вкусвилл. Мне сообщили, что владелец вкусвилл Андрей Кривенко. Я вам более того скажу, у меня был родной брат, он, к сожалению, погиб. И все, кофе готов, честно, не было как. И его тоже звали Андрей, представляете, мой родной брат, его звали Андрей. Вот. И владелец вкусвилл Андрей Кривенко. Я даже, блядь, залез, посмотрел, как он был. Вот. Думаю, что это родной, поэтому мне этот тянет вкусвилл. Вообще, Кривенко все делают качественно. Очень качественно. Либо, блядь, никак. Либо не делают, либо качественно. Я говорю, либо, блядь, я готовлю вкусно, либо не мою посуду. блядь. Ой. Вообще, так хорошо вот с этим видом. Раньше вообще был бит, кто из этого дома не было, но он особо и не напрягает на самом деле. Вид, конечно, бомбический. Сейчас я вам покажу этот вид вот изо дна, чтобы нахуй не отстегнулся сейчас телефон. Иначе все. Накрылись мои, блядь, блоги. Блоги, блоги, буги, буги. Ой, ветерочек подувает. Что надо попылесосить? Квартира? Ириса, Ирис, сейчас я покажу собак. Смотрите, прибежали. Ну, что мои девочки, курочки? Попрошайки. Любят такие палочки, да? Палочки любишь? Любишь, любишь. Ой. Что такую хуйню, ребят, они? Купил еще и не дал, потому что до хера в квартире набросано. Очень много в квартире набросано эти палочки. Надо пойти в душ. Кстати, хотел вам обзор сделаю у этого, как зависали у вас кофе. Обзор сделаю у косметики, которой я пользуюсь. Итак, слушайте, на самом деле с линз на хочу начать. Вот мои любимые линзы. Все. Остальное мне не подходит. Еще мне подходит из этой серии однодневных коричневых линзы. Не помню, как они называются, коричневые линзы. Прикольные, мне нравятся. Но они дороже в разы, я думаю, надо платить больше. Есть аквариум. Итак, смотрите, у меня тут всякая херня. Во-первых, кстати, очень крутая зубная щетка, ультразвуковая. На Вайберис она со скидкой. Мне кажется, если это больше какой-то цвет, то будет стрелять, стрелять, стрелять. Она со скидкой, что-то в районе 4 тысяч. Дальше. Охрененный. В магазине купил, в обычном, на переклестке, по-моему, была акция. Купил вот такой тоник. Вариаль. Бесконечная свежесть. Реально. Очень. Такая свежесть дает лицу. Очень круто. Очень. Мои любимые зубные пасты. Вот такая ROX. Сенситив. Отбеливающая. Видите, да, у меня белые зубы? Вот. И вот такая LOCALUT. Тоже сенситив. Я пользуюсь. Уж зубы сделаны. Пользуюсь этой, как вот. Очень мягкий сенситив. Мягкая зубная паста. Сенситив – это очень мягкая и деликатная паста. Ну, вот эту херню я пользуюсь. Вот. Маски. Маски для лица. Из моего любимого магазина Вкусли. Вот такая. А, это, блядь, крем я взял. Советую, блядь. Вот видите, один шаг и шаг два. Первый шаг – это угольная маска. Наносите, буквально 15 минут. Входите, смываете. Или 30 минут. 15-20 минут, да. Смываете, потом наносите второй шаг. Вот такая. Она с альфа-липовой кислотой. Чуть-чуть будет щипать кожу. Прикольно, мне нравится. Потом смываешь тоже и наносишь крем. Можно этот, можно любой другой. У них, кстати, есть гель с сывороткой. Блядь, стоит тоже 3 копейки. Но мне нравится. Мне нравится. Вот. Понимаете, да? Сыворотка – это проводник крема. То есть, если вы под крем нанесете сыворотку, то ваш крем будет работать лучше. И отдаст больше своих полезных свойств. Вот такая у меня есть, вот такое масло. Гидрофильное, тоже из Кусвилл. Прикольное, прикольное. Вообще, оно для снятия макияжа, но я пользуюсь. Мне нравятся ощущения в этом коже. Очень крутое. Дальше. Вот такие есть у меня, кстати. Кстати. Вот такое есть у меня трио. Сейчас покажу вам. Как это первая у нас фаза. Блядь, тонер. Дальше вот тонер. Потом у нас идет вот этот. Что это у нас? Эмульсия. Блядь, туплю. И крем. Вот такое трио на чистую кожу. Наносится сначала это. Не смываете. Потом этот. Потом этот. Три фазы. На увлажнение. Увлажняет хорошо. Реально работает. Это корейская косметика. Заказывал Мир. На инстаграме меня посмотрите, если интересно. Я там отмечаю регулярно. Мне не жалко. Очень клевые ребята. Прям за 2-3 дня приходится посылка. Вот такой мист у меня есть. Мист для лица. Очень люблю увлажнять. Особенно сейчас, кстати, это. А, блядь, заканчивается. Закончился, сука. Сейчас дожарут вообще огонь. Вот это прям огонь. Можно купить его в сумочку бросить и в течение дня распылять. Особенно если на пейте загорать, тупать на речку ближайшую. Потому что моря сейчас закрытый. Кроме черного. Или какого-то. Сочи. Какого-то моря в Сочи. Не знаю. Вот. Вот такой есть спрей у меня для волос. Кстати, используется он перед окрашиванием. Это тоже у ребят из Мир корейской косметики. Очень клевый, кстати, спрей. Я его использую просто на волосы. Там есть кератин. Содержание кератина. Поэтому вот этот кератин написано. Поэтому хуже не будет. Вот такое у меня масло есть. Я его использую на ночь. Ну тоже, естественно, блядь, вкус вилла. Что еще? Сыворотка такая прикольная. Вот. Очки и слепошары. Как-то так. Вот. Короче, пойду я умываться и надо ехать на тренировок. Кстати, тоже в перекрестке акция была. На вот еще вот эти нити. Это самые крутые нити. У меня есть, знаете, еще какие. Вот я вот такими пользуюсь этими нитями. И есть еще вот такие. Вот сплат. Но мне не нравятся. Они толще. Нити толще. И не вовсе прорезают щели вот эти между зубов. Вот это прям идеально. Вот рекомендую. Перекрестки акция, блядь, эти распродажные нити. Вот. Ну как-то так. Слушайте, у меня как-то артека закрывалась. Я набрал этого говна. Это ампулы для кожи лица. Блядь, ну говно. Блядь, вот реально говно. Мне кажется, уже и сроки прошли. Надо будет уже идти в России. Кстати, морская соль. Кому надо. Эффект пляжных волос, да, вот этой пляжной волны. Очень крутая эта. Это у нас кто? Тичи. Очень крутая. Я ее пользуюсь сам. Мне очень нравится. Очень нравится. Вот такой лак я покупал в этом. Как это опять? Подушка. Говно. Не берите. Реально говно. Дальше. Что у нас тут еще есть? Господи. Слушай, вам показать. Да все. О, кстати, в Таиланде покупал. В любимом Таиланде покупал этот крем с улиткой. Блядь. Такой голодный. Я прям чесался. Я прям реально чесался от этого крема. В общем, все. Здесь все. Привет. Привет, малыш. Привет. Любит меня очень сильно она. Ну, как мне не любить, да? Ладно, что? Надо собираться, надо идти в душ. И в зал. Вечером, кстати, будет Аня. Я сниму вам еще одно видео, как мы отдыхаем у Ани в гостях. Спасибо. Спасибо.